Итак, доброе утро! Доброе утро! Шалом, дорогие друзья! Шалом! И мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать письменную Тору с помощью Торы Устная. И мы продолжаем изучать книгу притчи. Притчи царя Соломона. Мишли. На иврите Мишли. Так, сейчас Фейсбук нас соединит со всеми точками мироздания. Я думаю, сейчас одновременно я слышал когда-то, что когда учат Тору, изучают Тору, евреи, то ангелы собираются, тоже слушают. Я думаю, если у нас 250 человек собирается на урок в живом эфире, то ангелов собираются где-то тысяча с одной стороны и 10 тысяч справа. Значит, если у каждого есть по тысяче ангелов с одной стороны и по 10 тысяч справа, то миллионы-миллионы ангелов слушают этот урок. И очень это приятно, что ангелам есть чем заниматься этим прекрасным утром среды. Хорошо. Четвертый день недели. Итак, все, мы начинаем. Итак, мы находимся в первой главе притчи царя Соломона. И вначале он нам объяснил, кто он, откуда он знает, что это Мишли в притче, материал это Мишли. Он будет говорить с нами примерами. Примерами. И кто будет говорить? Шлома бен Давид. Царь Шломо, сын царя Давида. Мелых Израиля. Царь Израиля. Зачем? Мы повторяем. Для того, чтобы мы познали, как вот прям познали божественную мудрость и нравственность. Мусар, как управлять собой. Значит, чтобы мы это все познали. Ледат, хохмау мусар, лявин иврей бена. Чтобы мы поняли слова бена, понимание, переведем это так. Да, понимание логики, причинно-следственные связи. Значит, чтобы мы познали это, чтобы мы взяли отсюда мусар Аскель. Чтобы мы взяли отсюда высшие знания о нравственности, устройстве мира. И чтобы мы, значит, интересно, почему-то я не вижу. В этот раз по-другому показывает. Вообще видно меня? Видно. Но не видно вообще мне почему-то. Не видно ни комментариев, ни к чего. Прямой эфир. Идет прямой эфир. А комментариев ни одного я не вижу. Как-то странно, да? Лайв вроде идет, а комментариев не вижу. Ну, хорошо, не вижу комментариев, ничего страшного. Может, и не надо тогда. Ваши зрители. Не понимаю, почему я не вижу. Да, с телефона. Посмотрите, как. Потому что у меня почему-то не показывает вообще ни одного комментария. Так. Здесь просто интернет опять. Вот ромка. Началась. Да. Хорошо. Значит, ну, я надеюсь, что меня видно. И если меня видно, мы продолжаем. Значит, сегодня мы находимся в четвертом отрывке. Четвертом мы уже выучили. Дать наивным хитрость и подросткам дать вот этот опыт познания и намеренность такую. Да, подростки получат намеренность. Они поймут вот эту вот всю жизнь глубоко. Видно меня? Да. А комментарии есть? Все есть. У всех есть комментарии? У меня не видно комментарии. Ну, хорошо. Не видно, не видно. Так что ничего страшного. Ну, знаете, что я ваши комментарии сегодня не вижу. Поэтому вы друг друга видите хорошо. Я потом прочитаю. Итак, пятый отрывок. Пятый отрывок. Значит, пятый отрывок для тех, которые уже проходили Мишли. Как я, например. Я уже несколько раз проходил Мишли. Но царь Соломон в пятом отрывке, он сказал так. Ишма Хахам в Иосиф Леках. Услышит Хахам. Хахам это мудрец. Я не мудрец. Но есть люди, которые мудрецы. Которые уже они получили. Получили они божественную мудрость от своих раввинов. Из Торы. Да, они изучали. Но в принципе, Тору нельзя учить без раввина. Без того, кто тебе объясняет, нельзя учить. Тора передавалась из поколения в поколение. И она подразумевает то, что есть письменный текст, а есть объяснение текста. Эти объяснения текста все равно передавались из поколения в поколение. И без раввина понять невозможно. Так вот. Тот, кто уже много понял, он называется Хахам. Мудрец. Царь Соломон говорит. Ничего страшного. Услышит мои примеры. Мудрец. Вэйуси флэках. И он добавит себе. Лэках это урок какой-то. Добавит себе какой-то урок. Лэках это урок. Добавит себе знание дополнительно. Кусочек знания. Вэнавон. Тахбулот. Икне. А если человек навон. Кто такой навон? Навон это сообразительный. Мы знаем, что бина. Это качество интеллекта. Внутри интеллекта. Которая берет информацию, которая уже находится внутри. И ее разбирает на кусочки. На кубики. Да. Именно слово бина от слова строить. И навон это тот, у кого вот этот вот логика. Логика и умение выстраивать причинно-следственные связи. Оно уже развито. Так сказать, что он говорит, ничего страшного. Навон. Тахбулот. Икне. Он. Тахбула. Это вообще используется как военная хитрость. Это многоходовая комбинация. Так если ты навон. Даже если ты такой уже сообразительный. И логичный. И умеешь делать причинно-следственные связи. Мало бы им объяснять. Здесь ты поймешь многоуровневые причинно-следственные связи. Это тахбула. Это когда ты выстраиваешь комбинацию на 3-4 уровня. Это то, чем у нас научит царь Соломон. Теперь давайте чуть глубже копнем в этот посуд. В этот отрывок. Значит. Каким образом может услышать. Услышать мудрец. И он возьмет отсюда дополнительный урок для себя. Казалось бы. Вот я изучаю Мишли уже там третий или четвертый раз. Но с того раза, как я изучал Мишли. Я изучил за это время. Я изучил. Во-первых, я там исторы кое-что изучил. Во-вторых, я не исторы. За это время изучил несколько книг по психологии. Которые мне открыли совершенно новое понимание. Как работает мозг человека. И как работает мышление. И так далее. Теперь я сегодня. И я два года назад. Это два разных человека. То есть у меня добавился жизненный опыт. У меня добавились новые знания. У меня добавились какие-то мои размышления и выводы. И я сегодня. И я тот, кто был два года назад. Я другой. Поэтому, какой бы ты ни был мудрец. Чем выше поднимается уровень твоего знания Торы. Тем больше тебе из одной и той же информации. Открываются новые ее пласты. И новые идеи. Поэтому, это очень важно понимать. Что когда вы, например, когда-то. Самый яркий пример, как меняется человек. Это пример постановки целей. То есть человек ставит себе цель. И он задумал себе получить какой-то результат в жизни. Он сегодня. И этот результат, который он задумал получить. Они это разные вещи. Он не может его получить. Он его только хочет. Он задумал себе. Я хочу. Там мечтает. Или уже конкретику. В мечту добавил цель. Он придумал и шлет такой мыслеобраз. То есть, где у него его цель находится. Она у него здесь и сейчас. В его воображении. Дальше, эта цель заставляет его задуматься. Что мне делать, чтобы ее получить? Не знаю. Надо узнать. Он начинает советоваться с людьми. Читать книги. Задавать вопросы. И он узнает новую информацию. Эта информация входит к нему в голову. Дальше, он начинает делать. Он делает какие-то действия. Набирается опыта. Она приобретает навыки и так далее. Оп. И вдруг эта его идея, его мечта или цель, которую он когда-то придумал у себя в голове, она материализовалась. И он в ней находится. Он говорит, опачки, я в своей цели. Она здесь. Вот она. Я ее держу в руках. Но очень часто у людей в этот момент появляется момент разочарования. Почему? Потому что тот человек, который мечтал и тот человек, который получил, это уже два разных человека. То есть за то время, когда он двигался к своей цели, он изменился. Он приобрел новые знания, новые навыки. И у него появилось новое понимание о себе. Он уже другой. Кто такой я? Это то, кем я себя считаю. Теперь хахам, мудрец, он, здесь написано именно слово услышит. То есть человек становится умнее, когда он приобретает новую информацию из внешнего мира. И когда он получает вот эту вот тору, которая входит к нему в голову, он называется хахам, мудрец. И когда он, теперь мудрец слушает Мишли, читает Мишли, это письменная тора, мудрая царя Соломона. И у него, чем мудрее ты, тем больше тебе открывается мудрость. Понятно, да? То есть чем мудрее ты, тем быстрее ты, быстрее, глубже ты понимаешь, что именует царь Соломон. Навон. Кто такой навон? Это другое качество ума. Навон это человек, который умеет обрабатывать информацию у себя внутри головы. То есть это не тот, кто получает извне. А навон это, это не мудрость, это сообразительность и это логика. Он берет эту информацию, ее раскручивают внутри. А знаете, как есть там дедуктивный метод? Значит, есть известная история, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон летели на, летели на воздушном шаре и заблудились. Чтобы понять, что такое вот, вот эта сообразительность. И они заблудились, и Шерлок Холмс говорит, послушай, Ватсон, раз мы заблудились, мы не знаем, куда лететь. Нам надо спросить у кого-то, кто знает. Давай искать человека. И они опустились ниже на воздушном шаре и летят для того, чтобы получить знание извне, где они, где они находятся. И вдруг они увидели человека. Сидит человек, ловит рыбу. Они спустились чуть ниже и спрашивают, скажите, где мы находимся? То есть им нужна была информация извне. Этот человек посмотрел на них и сказал, вы находитесь на воздушном шаре. Значит, Шерлок Холмс, и тут вот что такое логика. Шерлок Холмс, он сказал Ватсону, Ватсон говорит, вы знаете, этот человек проводит мастер-классы. Он ему говорит, почему он проводит мастер-классы. Он говорит, потому что он сказал абсолютную правду, то есть это истина, которая не помогает. Она абсолютно нам ничего нового не добавила. Он сказал правду о нашем нахождении, но это нам ничего не добавило. Значит, это был его логический вывод, кем является тот человек. То есть он, получив кусок информации, которая абсолютно ничего не говорила о профессии человека, он из него сделал вывод, кем тот работает. Это называется вот это качество бина, умение делать вывод из полученной информации. Как мы понимаем, вот эта логика, это очень ненадежный инструмент, потому что, ну, то, что человек делает выводы, это, это, ну, то есть это по определению, это иллюзия. Это то, что он себе выкрутил, может да, может нет. Понятно. Теперь дальше, дальше продолжает царь Соломон, шестой отрывок. Шестой отрывок. Он говорит так. Леавин машаль умылица. Это еще одна цель, которую царь Соломон, это тот результат, который он нам собирается дать. Он нас научит, Леавин машаль умылица. Понимать пример и что из него следует. Построение притчей и вообще построение, вот, передачи мудрости царем Соломоном, машалим, оно устроено так. Значит, есть пример, понятный пример, понятный пример, который должен нам разъяснить вещь непонятную нам. Теперь вот этот пример называется машаль, пример, а то, что он нам разъясняет, называется немшаль или мылица. Мылица это, на русский переводят, ну, даже нельзя сказать, что, как то, что разъясняет притча. Смысл. Назовем это смысл. Вот так. Значит, мы научимся понимать притчу и то, на что она намекает, что она разъясняет, и мы научимся понимать слова мудрецов и их загадки. Мудрецы в Талмуде, в Усной Торе, в Мишне, они говорили загадками. Им был понятен тот код, на котором они говорили, но обычному человеку он непонятен. Царь Соломон с помощью этой книги-притчи, он нам объяснит, научит нас понимать пример и смысл, и научит нам понимать язык мудрецов и их загадки. То есть, тот, кто поймет терминологию царя Соломона, тот будет потом дальше, потому что на притчи ссылались все мудрецы. На каждой странице Талмуда почти есть какой-то отрывок из притчи, который они расшифровывают. То есть, там это шифр такой. Мы научимся его понимать. Я сейчас расскажу пример один, который показывает как раз разницу между примером Машаль и Немшаль, на что он намекает. Был такой великий мудрец Виленский Гаон, и он жил где-то около 250 лет назад, 300 может быть, между 250 и 300. И Виленский Гаон, он жил в Вильно, понятное дело, он был невероятный мудрец, он просто знал всю Тору, и он был прям невероятный мудрец. И был такой, его звали Яков Кранц, его была фамилия, он был, его знают в народе как Мадит из Дубна. Он был рассказчик из города Дубна, хотя он жил в разных городах, но его знают, он похоронен в Дубна. И он ходил по городам и рассказывал примеры, притчи. То есть, он народу разъяснял божественную мудрость через притчи. Он был рассказчик такой. И Виленский Гаон, который был величайший мудрец, он периодически его тоже просил приехать к нему, чтобы с ним, он любил с ним общаться. Тот был Мадит из Дубна, он был великий мудрец, но он умел простым языком объяснять эту мудрость. Как раз притчи. И как-то Виленский Гаон ему говорит, вот расскажи мне, ну как ты можешь такие вот глубокие вещи в Торе, которые там, это величайшая мудрость, объяснять таким простым языком? Как ты создаешь свои примеры? Откуда у тебя эти примеры-то? Машалим, где ты их находишь, эти примеры? И Мадит из Дубна ему говорит, я сейчас тебе расскажу пример, расскажу тебе Машалим пример. Говорит, как-то один принц ехал по лесу, охотился со свитой, вот они после охоты заезжают в деревню и видят в деревне такая картина. Деревянные заборы старые, и на заборах висят такие прям нарисованные мишени, знаете, как вот, ну мишени к груди. И в каждой мишени стрелы торчат ровно в десятке, прям ровно в десятку, один прям не миллиметра в сторону. Он говорит, послушайте, я всю жизнь стреляю из лука, я охотник, я тренируюсь, но у меня тоже бывают промахи, у меня не бывает такого, чтобы все время в десятку я попадал. Покажите мне этого стрелка, который всегда попадает в десятку, я хочу понять, в чем его секрет. Привели ему этого стрелка, такой приходит крестьянин, такого вообще вида, очень простого вида, лук такой, очень простая модель такая, лука не особенно навороченная. И значит он ему говорит стрелку, слушай, а как ты так научился стрелять, почему ты все время бьешь в десятку, то есть ни разу, ни одного промаха, объясни. Стрело говорит, ну у меня свой особый метод стрельбы, тот говорит, ну научи меня, научи этому методу. Он говорит, хорошо, говорит, берет он свой лук стрелок и стреляет в забор. Стрела вбивается в забор. Он подходит и вокруг стрелы рисует мишень. Понятно. Что это был Машаль, пример, а что здесь смысл, Немшаль, какой смысл хотел передать Мадид из Дубна? Он говорит, нет такого, что я нахожу пример, который объясняет смысл вещи. Он говорит, я вначале понимаю четко смысл вещи, стрела, которая попала в забор, а потом придумываю пример, который объясняет это. Я нахожу пример, который бы мне помог. Я создаю пример, который я накручиваю на вот этот смысл, чтобы четко объяснить простыми словами, простыми понятиями то, что имеется в виду вот эта вот глубинная мудрость. Это то же самое, что делал царь Соломон. И здесь есть, про него есть известная история, которую многие, возможно, слышали, но вот я слышал много лет, пока не понял ее смысл. Ее смысл не виден с первого раза. Когда рассказывают про мудрость царя Соломона, очень часто приводят пример, как в его время, когда он был царем в Иерусалиме жило две женщины, древнейшая профессия, которой сейчас называется, занимались они социально безответственные женщины, которые зарабатывали деньги, продавая себя. Жили две такие женщины, и у одной из них родился ребенок, и у второй родился ребенок. И вот они, две эти женщины, живут в одной комнате, раньше были плохие условия жизни, и одна из них ночью передавила своего ребенка, и он умер. И она очень переживала от этого, и решила, она подменит ребенка, и она забрала живого ребенка себе, а мертвого подложила своей, своей, ну, второй женщине, своей соседке. Значит, та утром проснулась и опознала, что это не ее ребенок. И она начала кричать, возмущаться, дело пошло в суд, суд не мог определить, какой ребенок, потому что свидетелей нет, доказательств нет, и дошло это до царя Соломона. Это дело до царя. И, значит, царь Соломон, он говорит, стоят эти женщины, он говорит, ну, говорит, дело темное, поэтому, говорит, непонятно, что делать, давайте ребенка разрубим пополам и отдадим пополам половину той, половину той. Одна, говорит, согласна, вторая, говорит, нет, говорит, не надо мне этого ребенка, отдавайте ей, значит, отдавайте ей, пускай ей будет. Царь Соломон говорит, а теперь всем понятно, что мать, та, которая отказалась от ребенка, сказала, оставьте его живым, а та, которая сказала, рубите на части, это не мать. Это рассказывается пример великой мудрости царя Соломона, который, который, как бы, определил, чей ребенок. Но, но, я только через много лет, как я слышал эту притчу, я узнал настоящую суть этой притчи. Настоящая суть этой притчи, что царь Соломон, он сразу, когда вошли эти женщины, он сразу сказал, чей ребенок. А мудрость его была не в том, чтобы определить, чей ребенок. Это, это он видел, и это было, в общем-то, и понятно. Мудрость была в том, чтобы доказать, что это ее. И смысл этой притчи, что он смоделировал ситуацию, при которой, мать нас, это не ситуация определила, это он придумал ситуацию, чтобы все увидели, чей ребенок. А он и так это знал. Понятно, да, идея? То есть, в любой ситуации есть несколько слоев, и даже сам человек иногда, он не знает, что, почему он делает. То есть, человек, у него внутри есть, как бы, два разных существа, у обычного человека. Есть его животное начало, слое начало, ецарара, и есть его интеллектуальное начало, которое человеческое. И эти два начала, они находятся в сопротивлении. Это две разные сущности внутри. Теперь, все зависит от того, чем ты заполняешь свой интеллектуальный, вот этот вот компьютер. И дальше начинается, или же у большинства людей, они думают, что я это одно целое, и всю жизнь они живут в этом внутреннем конфликте. Хорошо, все, давайте мы, на сегодня мы заканчиваем. Давайте подведем итог. Что мы сегодня узнали? Что, какой бы ты ни был умный, ты должен знать, что изучая мудрые вещи, ты постигнешь всегда, что-то дополнительное. И это нужно помнить, что настоящий мудрец, он скромный. И настоящий мудрец называется Талмит Хахам. Он в иврите называется мудрец. Это ученик-мудрец. То есть, ты не можешь быть мудрецом, если ты не находишься в позиции ученика. Как только ты встал в позицию «я знаю», ты уже не мудрец, закрыт, и дальше двигаться некуда. Поэтому царь Соломон сказал сразу, что даже если ты мудрец, знаешь, что ты всегда найдешь какой-то себе урок, даже читая то же самое, что ты читал. В этом и есть великая мудрость увидеть еще один слой, еще один слой, еще один слой. И на вон так было тыкне. Какой бы ты ни был сообразительный, есть люди более сообразительные, чем ты, есть схемы, которые, ну, то есть, чем сообразительный человек, тем он больше ищет, как стать еще сообразительнее. И последнее, шестое, что мы узнали, что мы поймем, есть пример, а есть скрытый смысл. И это есть в любом деле. То есть, в любом деле есть несколько слоев, есть то, что даже сам человек делает, почему я это делаю, а есть по факту, почему он это делает. И вот это по факту, оно отличается. То есть, у одного и того же человека есть два разных слоя. Животный слой и человеческий слой. Хорошо. И, значит, мы научимся понимать слова мудрецов. Но я вам советую, если вы уже учите мудрость настоящую, изучите, пожалуйста, 22 буквы алфавита. Алиф, Б, Диммл, Далет, Эй. Всего 22 буквы. Соберитесь. И если вы будете учить букву в день, Алиф, и прям целый день вы ее просто повторять, повторять, видеть, рисовать, повторять, видеть, рисовать. Один день всего вы будете повторять, видеть, рисовать. И вы эту букву Алиф запомните по-любому. 22 дня, 22 буквы, и вы сможете читать тексты. Это очень важно. Лошона Кодыш, Святой Язык, Иврит, это тот язык, на котором был построен мир. Я вам очень-очень советую, рекомендую ближайшие 22 дня изучать 22 буквы. Все. Удачи, успехов, и с Божьей помощью, чтобы был Божественный Свет на каждом хорошем человеке. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,